всем привет дорогие друзья ну вот некоторым опозданием конечно выпуск о матче потому что стрим был вчера не записал ролик второй раз пересмотрел игру ну так уже спокойно конечно первый тайм очень понравился мяч очень быстро ходил между игроками практически мало брака за исключением конечно даже в первом тайме тупизмов и обрезов ужасных литвинового мярого это худшие игроки а так очень хорошо напомнил мне раннего карреру ну ранние каррера вы помните это чемпионство и бронзовый сезон до матча с уралом вот так же мяч ходил так же хорошо очень красиво молодцы мощно играли я говорю так что оренбург ну как оренбург слабый такой на уровне команд я думаю не вылетит он там но уровне болота рпл там поднимает очки вот этих пару иностранцев неплохих виден селехов потащил один удар такой перекладина потом еще мимо угла там промахнулся были моменту оренбурга и гол забили тоже это правда сели ворота там немножко потерял и наши там между ног черновые опорная зона ну оренбург может играть тоже несмотря на огромное количество моментов которые создал спартак и не реализовала наша беда реализации ну со времен естественно каррера там не говорю пиджакару виттория очкастого афериста беда спартака реализации даже при олега ванныча еще были но вот четыре забили все таки да причем квинси феноменальный результат два плюс два это кстати его лучший результат за все время спартаке казалось бы думали что чемпионский сезон да вот вам квинси вам не тот да как квинси не тот ну такой бред говорит он тот но уже немножко другой тот как говорится конечно лидер спартака а то что касается мусса посмотрите мозоса где-то по моему на 18 минуте он бил ногой через себя так давал пас и в этот момент он видно дернул или потянул мышцы потом ведь он прихрамывал к шикарный пас не завершился потом великолепный удар помните мозоса он бил мимо нижнего угла чуть-чуть не попал вот момент по соболе удал когда соболе помните головой чуть чиркнул мозос здорово сыграл мы видно он просто был наверно какая-то микротравма немножко потом мы знаем мозос так он матч через матч играет вы это настроение хорошее видели как он выходил на второй тайм с умиарова там жали улыбались смеялись там он с обычно не так улыбается у меня уже по английски так что видно все в порядке небольшое повреждение поэтому мы стали мы все равно очень хорошо и полезно сыграла потом хоть она лучший игрок там может даже не знаю лучше промес хотя мне промес лучше вот там не может он каждый матч феи так с мозосом все нормально и ну уйдет так уйдет ребят такое дело я уже думаю тут или жена надавит там как негритянские жены такие же как евро или на денег много насыпать не знаю я не хотелось бы чтобы уходил мы видно так и будет вот так что касаемо первого тайма очень хорошо друзья и там голы и вратарь ошибся там передернул он видит и мозоса и мартинса местами там нормально ребята молодцы не сыграли нельзя говорить всегда когда вот спартак в игры даже помните чемпионский сезон коррета слабый зенит слабый цск всегда в жизни так устроена устроена франция стала чемпионом мира потому что германия слабая была там бразилия всегда кто-то слабый аксильный выигрывает это аксиома как этого не понимать прописная истина только ли птушников спартаковских ресурсов не понимают которые там засирают все все сми да ну вот так так сыграли молодцы ребят но во втором тайме немножко опустили вожжи там бросили весла сушить понятно уже там не то что может быть давал такую установку с руль а просто уже так сыграли немножко по счету далее там забить там масса моментов гол никоса на я считаю нормальный был там на повторе видно что этого игрока немножко мне кажется пятка была может там линии не чертит никоса на отменили промис там не забил с пенальти добилась не ошибаюсь у него последний промах был по-моему при карере с пауком играли он не забил по моему потом забивал нет не помню ну конечно основной пенальтист соболев у нас витя он меняет соболевым просто соболев сильный верхом бьет как помните этот когда-то за сорок играл за не указал алан широ он так всегда тоже верхом бил это не берутся соболев уже удар поставлен поэтому надо надо этому знать этому не знаю там с рулю что соболеву менять там или как-то что он пенальтист промис видит как-то я удивлён там на силу и в угол почему-то у него поставленные силы и удар там и гол какой великолепный забил промис в большом порядке конечно молодец немножко он переформатировался ну там не говорят возраст не возраст понимаете в семнадцатом году при карере у него был фернандо не был же луиш у него был луис адриан ребят луис адриана мы такой выдающийся игрок что-то лучше адриана выдающийся игрок редкий игрок в рпл уровне там карвали и уровня алекса да да я на полном серьезе говорю вот глушаков лучшей форме зобнин лучшей форме там тоски ему было с кем а сейчас крему с мозосом соболевым играться там с жики я не знаю там там же одно дно у нас защите в пол защиты поэтому немножко промисы другие функции на себя берет вот а то что касаемо зиньковского нету зиньковского место в основе сейчас как что посадить промисы на лавку или мозоса там или соболев чтобы дать вместо зиньковскому какой он там как написал игорь яковлевич дегенератом сравнить с илюши цимбаларем с великим как член с пальцем сравнить зиньковского с цимбаларем где цимбаларь а где зиньковский ну заработал он пенальти там вчера да считаю пенальти был там грамотно подставится как любой любовью подставится там потом борцовским приемом швырнул а раньше он начал падать не раньше там разговору в пользу бедных стопроцентный пенальти конечно вот ну и судейство вчера ребят удивило очень сильно я просто в шоке по поводу судейства вот я на моей памяти не помню что вообще не помню вот что ставим пенальти спартаку она всегда отменили не помню это наши три сезона уже мочи помните стадеско там кончилось этим выходкой кукол до матч сочи 2-2 проверим проекта стадеско потом сруи витарио все три года уже мочит из матча в матч там каждую игру вдруг просто поражен в шоке ну а то что вот этот рыжий вытворил на особо конечно это красная карточка он впервые ему наступил на галле потом по ахиллу это вообще грубейшее нарушение я не знаю как там чистяков не смотрел это красная прямая вообще просто прямая красная карточка друзья вот но так в целом нормальное судейство там аганесян конечно табло там симулировал вот там очередной выходец спартака на которого там какой-то муж очередной ушел дно там показывают имя им легион этим всем рыжковым алояном этим аганесяном и прочее там шитом какие-то там забивает вообще меня не интересует это никто вот меня интересует здесь сейчас нынешний спартак ну и гнатов присел на лавку тоже нет места в основе как зиньковскому зиньковского один шанс только если уйдет мозос то ему на неродной неродной правый фланг выйти потому что никто не будет передергивать промесу вот а сейчас он игрок замены только он пройдет и промесу и мозосу конечно там и с огнем может играть там вместе в опорке не может кого там у нас в опорке так дыра огромная как как просак как портовой проститутки из гамбурга который давно срослось уже это самый вареник и очковое вот который долго там два смычка уже 20 лет также здесь зубнин матч сыграл с краснодаром вчера опять что-то там фоточки постил в инстаграмм с раминочкой да там умяров ужасно просто литвинов ужасно два самых слабых игрока литвинов и умяров просто дно там но маркинс маркинс видны не набрал еще да так не знаю более-менее так он не звездный но погода не портит там гол забил это вот марку прутсову да уже сам с руль хвалит прутсову дайте уже прутсову может быть ждут когда он более-менее с маркинсом наберет уже прутся у вас снова выпустить парень хоть но просто в тоже такие не забивают за это не в раздевалке раньше во времена ссср в голове давали как он там такой выкатывает ему про как не забить в угол там не забил и так нельзя это представить такой зенитом с цск или где-то там локомотив динамо не простят такой как такие моменты убойные не реализовывать вспоминается матч на кубок цск при 2-0 да вот когда только бак из пенальти сколько моментов там акинфеев потащил а здесь этот грушев дюжев как уж мужу потащился лучший мать в жизни там ну первый гол ошибся ну так друзья так что считаю что у нас конечно проблем полной защитник это денисов блатной который дает то его на левый фланг то на правый хрусевич а также а хрусевич какой гол опять два раза он не забил раз выкатили ему под удар и второго счета трех метров опять в сетку когда студебекер папа будет в ворота попадать уже чернов конечно без жики слабоват но все равно масло в год не играл там куфри я не знаю литвинов слабый очень центр обороны нас продают там зенит там сочи будет тяжело потому что только вся надежда на атаку в атаке надо 4 5 забивать там свои 2 3 мы пропустим я не представляю всех вперед тоже как надо балансировать с рулю так что вот защита ужасно и средняя зона несмотря на падение в порядке давай это оренбург так сказать вот с уралом тяжелейший матч будет друзья конечно вот шаримову там терять нечего там до третьей дорожки кто-то моего жена все время путают бажена рыска или оксана робский они там все до третьей дорожки шарик конечно выйдет там ломом под поясами побегут вперед с выпученными глазами там наживавшийся звери на этот урал ноль очков там судья как он вспомните мешкова поставить обязательно или косоглазого ублюдка иванова там навары конечно нас подхватит суди там тяжелее мне будет игра я не вижу что в спартак там зацепит очко и думаю урал выиграет так много раз бывало что спартак аутсайдером проиграл вспомнил тот же шинник какой 2006 47 не помню который там 15 игр не выиграл из той же серии там потому что урал на своем поле тяжеленный будет игра я не знаю как там с руль построит игру бекфауфи опять там слабый не слабый он забьет ноубо слабый животик лишний вес 30 он вышел 2 гола забил ноубо а нам в Сочи играть помните как в том сезоне ноубо нам издалека забил вот опять вам ноубо слабый для нас для нас нет слабых сильных для нас все как матч как последнего ну вот тем не менее такие вот впечатления ребята от игры Суренбург конечно доволен профес просто красавчик конечно лидер вот можно с ничего нормально все это в порядке вот дай бог чтобы не ушел будем держать кулаки чтобы соболь в порядке соболь сильнее Николсон но Николсон не видит не попал но Николсон гол забил там вне игры придумали по-моему не знаю там на тоненького там нормально на замену выходит он слабее конечно соболев соболев более разносторонний потому что Николсон соболев может и отвести и правый и левый пас дать Николсон более такой узкой специализации у Николсона вот соболь сейчас в порядке несмотря на то что там на его характере там человек очень хороший но это все ерунда друзья вот как говорится любимая моя фраза если Петр Ильич Яковский баловался под хвост так что ж не смотрит любимый балет лебединое озеро щелкунчик так и соболев может человек такой как игрок нормальный сейчас вот один из лидеров спартака я говорю вот эту ось сейчас вырисовывается Селихов джики соболев промис моза там ну там где-то на подхвате там Зиньковский где-то пусть выходит доказывать завоевывать пока он не игрок основы вот Зиньковский хотя неплохо конечно вышел на замену чувствуется он игру понимает и спартаковскую конечно нормально это приобретение вот но Игнатов пусть из коротких штанишек из кожаных вырастает нечего слюни пускать жалеть там всех Игнатовых у нас не общество благородных девиц и толстовство у нас московский спартак вот как-то так дорогие друзья в общем такие хорошие впечатления остались а матч тяжелый будет игра с Уралом да как всегда у нас стримы четверка воскресенье ролики после матчей дорогие друзья вот всех люблю обнимаю до новых встреч в эфире